Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Есть такие статьи, которые заслуживают того, чтобы им уделили особое внимание, посвятили отдельное видео. И сейчас я вам представлю одну из таких статей, характеризующую факт того, что азербайджанская сторона наконец-то стала, скажем так, просыпаться и действовать, реально действовать. Вот эта статья. Азербайджан представил в ООН документы по событиям в Сумгаите. Видео. Но видео я включать не буду, я хочу ознакомить вас с самой статьей. Официальное расследование подтвердило, что события, произошедшие в феврале 1988 года в Сумгаите, были подготовлены и осуществлены армянскими экстремистическими организациями. Как сообщает АЗАС со ссылкой на Сибиси ТВ Азербайджан, Азербайджан представил в Совбез и Генассамблею ООН документы в связи с Сумгаитскими событиями 1988 года. Информацию об этом размещена на официальной странице МИД в Твиттере. В документе подчеркивается, официальное расследование подтвердило, что события, произошедшие в феврале 1988 года в Сумгаите, были подготовлены и осуществлены армянскими экстремистами, экстремистскими организациями. Документ представлен в Генассамблею постоянным представителем Азербайджана в ООН послом Яшаром Алиевым. То есть это именно официальный документ. Сумгаитские события 1988 года стали частью тщательно спланированной провокации армянских националистов против Азербайджана. Проведенное Генеральной прокуратурой СССР расследование выявило многих исполнителей и соучастников данных событий. Общее количество жертв составило 32 человека, среди которых было 26 армян и 6 азербайджанцев. Были собраны многочисленные свидетельства, свидетельские показания об основном зачинщике событий, этническом армянине, до того дважды судимом Эдуарде Григоряне. Как известно, армянство утверждает о том, что вины Эдуарда Григоряна якобы не было обнаружено. И все, о чем говорит Азербайджан, это наговоры. И что расследование, которое прошло на территории Армении после передачи Эдуарда Григоряна армянским службам, доказали его невиновность. Но почему-то при этом не показывают ни одного документа, свидетельствующего о его так называемой неучастии, невиновности и так далее. В связи с этим, как раз таки, вдвойне подтверждаются слова о том, что армянские власти и армянство в целом имело прямое отношение к сумгаидским событиям. И было заинтересовано в осуществлении этих событий. А такой, как Эдуард Григорян управлялся именно не только армянскими экстремистами, но и тогдашними армянскими властями. Данное видео будет короткое. Сегодня вас ждет еще одно видео, которое будет касаться такой личности, как маршал Баграмян. В связи с тем, что армянство любой ценой старается его обелить. Ну что ж, после следующего моего видео данная тема, надеюсь, будет закрыта. На этом все. Всем до свидания. Всем пока. Всегда ваш Сиидов Кямран. До свидания. До свидания, дорогие друзья. До свидания.